Открывая заседание Республиканского Оргкомитета Победы, исполняющий обязанности главы КЧР Рашид Тимрезов, поблагодарил его членов, а также руководителей общественных организаций, учреждений образования и культуры, глав муниципалитетов и средства массовой информации за огромную работу по подготовке и проведению юбилейных торжеств в честь 70-летия Победы. Каждого россиянина для всех жителей нашей республики 9 мая действительно священный праздник. И об этом свидетельствует то единодушие, с которым десятки тысяч людей во всех населенных пунктах Карачаева и Черкесии принимали участие в праздновании Дня Победы. В связи с этим обращаю внимание членов Республиканского Оргкомитета, что в этом году мы должны продолжить весь комплекс мероприятий, которые мы проводили, должны развивать все позитивные инициативы, которые у нас есть. Перейдя к конкретным поручениям, Рашид Тимрезов обозначил основные направления работы по подготовке к празднованию очередной 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во-первых, это адресная помощь и поддержка участников и инвалидов войны, вдов погибших, тружеников тыла. К большому сожалению, их осталось совсем немного. В связи с этим главы муниципальных городов и районов должны взять персональное шество над каждым из них. В принципе, такая работа проводилась и проводится. Но прошу уделять этому достаточно серьезное внимание. Второе важное направление – это системная патриотическая работа с подрастающим поколением. Слеты юноармейцев, акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», проект «Дороги Победы» и другие мероприятия в рамках федеральной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» будут продолжаться. Насколько они будут знать и помнить о событиях Великой Отечественной войны, будут ли гордиться памятью о своих героических прадедах, во многом зависит от нас с вами, нашей работы и нашего общего отношения к этому празднику. И эта работа не должна ограниться датами или событиями, а должна носить постоянный характер. Ну и особое внимание следует уделить организации самих праздничных мероприятий, которые состоятся 9 мая во всех городах и районах Карачаева-Черкесии. Так, на трех главных транспортных артериях Черкеска, улицах Ленина, Даватора и Октябрьская реклама на счетах уступит место заслуженным ветеранам из нашей республики и тематике Великой Победы. Помимо парада на главной площади республики и возложения цветов к мемориалу на Аллее Героев, готовятся сценарии праздничных торжеств, ориентированных на разную возрастную аудиторию. Некоторые из запланированных мероприятий стали уже традиционными, но будут и новшества, которыми администрация города постоянно радует жителей и гостей республиканской столицы. Многое, что мы делаем. На Пирамайской мы делаем вот такую позицию. Они сражались за родину. Школы, садики собирают фотографию своих рядов, праведов. Стена памяти. Стена памяти, да. И передают в арт-комитет мэри, где мы сканируем. И полностью свящая пирамайка у нас будет именно людьми, которые воевали в войну, ищет кескорь из всей республики. Это у меня школы, садики и предприятия. Если в каких-то подтверждениях хотят участие, пожалуйста, в арт-комитет, потому что место есть. Вся пирамайская с двух сторон у нас будет вот именно стена памяти. Подводя черту заседания Оргкомитета, Рашид Темрезов еще раз призвал всех провести предстоящие торжества масштабно и на высоком организационном уровне. При этом не забывая о ветеранах, которые не смогут принять в них участие по состоянию здоровья. Руслан Альботов, Андрей Дорошенко. Итоги недели.